Этот конфликт длится уже не первый год. В бой за последний зелёный участок жители дома номер 33 по проспекту Победы вступают с незавидной регулярностью. Только за последний месяц общественность встаёт на его защиту второй раз. В 2014-м людям удалось остановить неправомерное строительство девятиэтажного двухподъездного дома на 99 квартир. А 6 июля застройщик вновь попытался обнести забором арендованный участок земли. В очередной раз огородили площадку. Не представив при этом никаким документом. Ту бумажку, которую он показывает, решение Калуги. Без подписей вообще. Просто ксерокс, без единовой подписи. Даже ксерокса подписи нет. Причём здесь решение, сделанное вообще не только в Севастополе, даже не в Крыму. У нас есть своё правительство, у нас есть свои решения. А вот представитель застройщика уверяет в обратном. У него есть все разрешительные документы. На данный момент у нас есть решение судов арбитражного апелляционного конституционного Российской Федерации. Она нас подавала в суд департамент земельных отношений и имущественных. Мы эти суды выиграем, потому что земля нам принадлежит на законных основаниях. Чтобы не допустить уплотнительной застройки, 6 июля жители 33-го дома пошли на радикальные меры. Вышли на дорогу и преградили путь строительной техники. Мы сегодня попытались огородить свою строительную площадку, которая на законных основаниях принадлежит нашему, соответственно, договору аренды земли, принадлежит 6 июля строительную кооперативу «Жилстрой». И чтобы начать осуществить строительство. Вы видите, что на данный момент люди не позволяют проехать строительной техники, по автомобилям ложатся ко СМИ, не допуская технику на строительную площадку, чтобы выгрузили материалы. На место прибыла полиция и представители городской власти. Снять социальное напряжение и поговорить с людьми приехал начальник управления государственного строительного надзора и экспертизы правительства Севастополя Юрий Владимирович Прихожанов. Чиновнику долго описывали возможные последствия. Лишив будущих соседей солнца, проезда для машин и придомовой территории, застройщик, ко всему прочему, подвергает жизни людей опасности. Здесь невозможно строить, потому что здесь точно так же насыпной грунт. Дом этот, вот 33-й наш дом, конкретно где я проживаю, построен специально, изогнуто, для того, чтобы он не шел в балку. Если сейчас построится, дом однозначно уйдет. Строительная площадка в нескольких метрах от школы номер 11 и детского сада «Дельфинчик». Там уже несколько лет работает строительный кран, лишив малышей дневного сна и безопасной прогулки на детских площадках. А собственной площадки у детей из 150-квартирного дома и вовсе нет. С моей точки зрения, сегодня есть основания для подачи искового заявления об отмене декларации на начало строительных работ. А в основу уложится что, по вашему мнению? Проверка экспертизы. Я думаю, что небольшого труда не составит. Сама экспертиза, проектная документация? Конечно. Я думаю, большого труда не составит определить, что каждая отдельная экспертиза делалась на отдельную очередь строительства с учетом всего земельного участка. Это не проблема, это лежит на поверхности. После долгих переговоров сошлись на том, что уже установленный забор жители трогать не будут. А тот, что еще не успели использовать по назначению, увезут. В ближайшие дни губернатор Севастополя Сергей Иванович Миняйло намерен встретиться с застройщиком для проведения переговоров.